Красная шапочка По мотивам сказки Шарля Перро Жила была на свете маленькая девочка Все любили ее, а бабушка больше всех Однажды бабушка подарила дорогой внученьке красную шапочку Шапочка так шла девочке, что она каждый день надевала ее Девочку так и прозвали Красная шапочка Как-то чудесным ранним утром мама сказала девочке Красная шапочка, вот кусок пирога и кувшин вина Отнеси это бабушке Она захворала Но иди скорее, пока не слишком жарко И смотри, будь умницей, не беги, а то разобьешь кувшин Да с дороги не сворачивай, всякое может случиться Я буду очень осторожной, мамочка Пообещала Красная шапочка Попрощалась с мамой и пустилась в путь Бабушка была совсем старенькой Жила она в лесу в получасе ходьбы от деревни По дороге девочка повстречала волка Она не знала, какой он коварный И поэтому совсем не испугалась Здравствуй, девочка Сказал волк Здравствуй, волк Ответила Красная шапочка Куда ты идешь так рано? Моей бабушке А что у тебя в корзинке? Спросил волк Кувшин вина и кусок пирога Это для моей больной бабушки Ответила девочка А где живет твоя бабушка? Ее дом стоит в лесу под тремя большими дубами Это совсем недалеко Сказала Красная шапочка А не съесть ли мне эту бабушку? Подумал голодный волк И какая у нее румяная внучка Лакомый кусочек Облизнулся волк Уж, конечно, она намного вкуснее старушки Ладно, съем их обеих Некоторое время Волк шел молча рядом с Красной шапочкой А потом сказал ей вкратчиво Девочка Девочка А не нарвать ли тебе цветов До твоей бабушки? Смотри, какие они красивые Красная шапочка Красная шапочка оглянулась вокруг И увидела много разных цветов Если я нарву их для моей бабушки Она будет рада И девочка стала собирать цветы Свернув с дорожки Так она зашла далеко в лес Даже не заметив этого А в это время волк Подбежал прямо к дому бабушки И постучал в дверь Что там? Спросила старушка Это я Красная шапочка Проговорил волк Я принесла тебе кувшин вина И кусочек пирога Открой мне И я так слаба Что не могу открыть тебе Дерни за веревочку Дверь и откроется Волк дернул за веревочку И вошел в дом Он подкрался к кровати Где лежала бабушка И мигом съел ее Затем надел ее рубашку Кружевной чипец И лег в кровать Тем временем Красная шапочка Собрала большой букет цветов И довольная собой Пошла к дому бабушки Девочка Очень удивилась Увидев дверь открытой Она вошла в дом Подошла к кровати И сказала Здравствуй бабушка Но никто ей не ответил Она подошла чуть ближе Из-за надвинутого На глаза Кружевного чипца Лица бабушки Почти не было видно Какие у тебя Большие уши Бабушка Сказала удивленно Девочка Это Чтобы лучше Лучше слышать тебя Дитя мое Ответил волк А какие у тебя Большие глаза Бабушка Это Чтобы лучше Видеть тебя Дитя мое Какие у тебя Большие руки Бабушка Это Чтобы Крепче Обнять тебя Дитя мое Какие у тебя Большие зубы Бабушка Это Чтобы Съесть Тебя Сказал Волк Спрыгнул С кровати И одним Духом Проглотил Красную Шапочку Довольный И сытый Волк Лег в кровать И сразу Уснул Громко Захрапев В это время Мимо дома Проходил Охотник Услышав Храп Он подумал Что случилось Почему Старая Женщина Храпит Так сильно Пойду Узнаю Не нужно Ли ей Чего Он вошел В дом Приблизился К кровати И увидел Крепко Спящего Волка Вот Ты где Негодяй Давно Я охочусь За тобой Подумал Охотник Прицелился И хотел Уже было Выстрелить Но остановился Опустил Ружье А что Если Волк Съел Старушку Охотник Взял Ножницы Лежащие На столе И разрезал Живот Спящему Волку Тут Маленькая Девочка Выпрыгнула Наружу Закричав Ой-ой-ой Как же Я испугалась Как темно Было В брюхе У злоба Волка Следом За внучкой Вылезла И бабушка Чуть Желая От страха И волнения Вовремя Подоспел Охотник Охотник Взял Ружье Шкуру Волка И пошел Своей Дорогой Бабушка Съела Кусок Пирога Выпила Немного Вина И почувствовала Себя Гораздо Лучше А красная Шапочка Сидела Молча И думала Никогда Больше В жизни Не ослушаюсь Мам Никогда Не буду Сворачивать С дороги И разговаривать С незнакомыми Так она Поняла Как важно Слушаться Маму Субтитры